Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Сегодняшний наш урок посвящен страдательному залогу в ауристе и будущем времени. Как всегда напоминаю, что это видео вы можете просматривать только после того, когда поработали над домашним заданием самостоятельно, и теперь вам необходимо разобраться в каких-то нюансах, уточнить ваш перевод, ну и может быть познакомиться еще с дополнительной информацией о греческом языке, которая прозвучит в процессе обсуждения тех или иных предложений. Так что сначала делайте задание, и потом, сделав задание, смотрите это видео. Ну что ж, приступим с первого предложения. КАЙ СУН ЭХ ТЕ САН ПОЛОЙ КАЙ ЭВАЛАЙ АУТОЙ СТОН ЛОГАН В данном случае нам интересен глагол СУН ЭХ ТЕ САН Хорошо виден суффикс ТЕ, показывающий, что это страдательный залог. Вот это вот Х, которое мы здесь видим, это результат влияния ТЕ на предшествующую взрывную согласную, и на самом деле, когда-то здесь корню была согласная Г. Корень АГ, АЛЬФа удлинилась в эту, ГАМА превратилась в ХИ, и от СУН АГО в страдательном залоге ООВЛИСТОВ у нас происходит СУН ЭХ ТЕ САН, Вот это превращение АГ в ЭХ ТЕ мы с вами в уроке обсуждали. Третье лицо множественного числа. И теперь по поводу перевода страдательного залога СУН АГО. Помните, СОБИРАТЬ. Но здесь можно перевести, конечно, и страдательным залогом. Были собраны многие. Но и контекст этого не требует, чтобы было какое-то внешнее воздействие, связанное с собиранием. И помните, при обсуждении страдательных форм мы говорили с вами, что на самом деле в греческом языке формы, которые традиционно называют страдательными, имеют достаточно широкий спектр значений, включая и такие вот совместные коллективные движения. Поэтому лучше здесь перевести И СОБРАЛИСЬ МНОГИЕ, И он говорил им слово. ЭЛАЛАЙ – это имперфект от ЛАЛЭО. Видите, превращение ЛАЛЭ, неизменившийся корень. И вот этот вот дифтонг ЭЙ – это результат слияния двух эпсилон. ЛАЛЭО – это эпсилон, слитный глагол, плюс эпсилон, соединительное гласное, но с нулевым окончанием в третьем лице. Вместе две эпсилона дают дифтонг ЭЙ. Итак, И СОБРАЛИСЬ МНОГИЕ, И он говорил имперфект им слово. Говорил, подчеркивает продолженность. СОБРАЛИСЬ просто вот факт, произошло вот это собирание, и потом в течение какого-то времени продолжалось говорение слова. Второе предложение. ХОДЭ АГАПОНМЭ ЭГАПЭТЭСЭТАИ ХОПУТО ПАТРОСМУ КАГО ЭГАПЭСО АУТОН Ну, чуть-чуть обсуждали этот текст в качестве примера в первом уроке. Теперь давайте поподробнее о нем поговорим. Интересующий нас глагол АГАПЭТЭСЭТАИ. Здесь такой бросающийся в глаза суффикс ТЭС, характерный для страдательного залога будущего времени, плюс первичное среднестрадательное окончание. Ну, вот эта вот монструозная конструкция ТЭСЭТАИ, она выдает будущее время страдательного залога. Да, и, конечно, никакого приращения в будущем времени нет, хотя основы АОРИСТА и будущего времени в страдательном залоге совпадают, но есть разница в наличии или отсутствии приращения. Приращение, вот как вот здесь, да, это такой знак прошедшего времени. Любящий же меня будет возлюблен отцом моим. Конструкция с предлогом ХОПО плюс родительный падеж традиционно на русский язык переводится творительным падежом, и это один из стандартнейших способов обозначения действующего лица при глаголах в страдательном залоге в греческом языке. То есть будет возлюблен кем, да, вот кто осуществляет действие, будет возлюблен отцом моим. И я возлюблю его. ЭГОПЕСО – это обычное, стандартное будущее время действительного залога от глагола АГОПАО. Видите, сигма – суффикс будущего времени, альфа удлинялась в эту, так же, как она и здесь удлинялась, ну и, в общем-то, все остальное безо всяких проблем по правилам. Третье предложение. Ну и еще одно предложение, которое хорошо было использовать как пример, ну и которое давайте мы еще раз уж теперь внимательно, последовательно переведем. Итак, ЭГЕНТО – это АОРИСТ от глагола ГИНАМАЙ. У этого глагола нужно запомнить корень ГЕН, а в настоящем его времени ГИНАМАЙ, но в других временах вот этот ГЕН очень хорошо виден. И в настоящем времени, и в АОРИСТЕ этот глагол в основном встречается в среднем залоге, ну хотя форма страдательного залога в АОРИСТЕ тоже у этого глагола возможна, ну и среднестрадательная форма, так в более-менее таком среднем значении случаться, встречается в АОРИСТЕ, ну так же, как и вот среднестрадательная форма в настоящем времени. И случилось в те дни. Элтон пришел. Элтон – это АОРИСТ от ЭХАМАЙ, глагол с несколькими корнями, просто форму Элтон необходимо заучить, но она очень часто встречается, я надеюсь, вы довольно быстро эту глагольную форму запомните. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и ЭБАПТИСТЕ. Это АОРИСТ страдательного залога от глагола БАПТИДЗО, Э – превращение, БАПТИ, С. Почему здесь сигма? У БАПТИДЗО, а корень БАПТИДД. И зубная Д перед Ц, ну которая тоже зубная, превращается в сигму, это стандартное превращение для всех зубных перед Ц, и поэтому у нас не БАПТИД-Т, не БАПТИД-Т, ну, наверное, это и трудновато произносить, а БАПТИС-Т. И был крещен в Иорданниевой Иордане, сейчас обсудим это, Иоанном. Иоанном, опять же, конструкцию с предлогом ХУ, и родительным падежом, мы традиционно переводим, творительным падежом, Это стандартное выражение действующего лица при страдательном заблоке. По поводу Баордан или Баордане. Основное значение предлога Эльс это предлог направления, движение внутрь чего-то. Поэтому в принципе это можно было перевести и был крещен Баордан. Вспоминаю, что крестить, для нас это по большей части звучит как некий такой технический, религиозный термин, но слово крестить прежде всего имеет значение погружать. Даже в каких-то контекстах топить, утопить в жидкости. И поэтому можно сказать, был крещен, в смысле погружен в Иордан и Ам. С другой стороны, слово ваптидзо уже в заветном контексте приобретает значение специального такого религиозного установления. И тогда логичнее сказать, где именно это происходит. А предлог Эльс в новозаветные времена начинает употребляться взаимозаменяемым с предлогом Н. Поэтому многие рассматривают здесь Эльс как аналог предлога Н и переводят был крещен в Иордане, где именно произошло крещение, или Ам. Поэтому вот, если вы переводите был погружен, то тогда, наверное, можете и перевести был погружен в Иордан и Ам. Если переводите был крещен, то, наверное, естественно будет звучать был крещен в Иордане и Ам. Выбор между был крещен и был погружен связан с тем, как, по вашему мнению, нужно акцентировать значение этого слова. Его происхождение связано с погружением в жидкость, или его использование для обозначения такого установления, которое сначала совершал Риан-Креститель, а потом, ну, конечно, с другим, может быть, немного оттенком, оно стало совершаться в христианской церкви. Ну, переводя все-таки традиционно, как крещение, в целом, для предложения получается «И случилось в те дни, пришел бы Иисус из Мазарета Галерейского и был крещен в Иордане Ам». Твёртое предложение. «Эгагген» — это аорист от глагола «агон». «Аорист от действительного залога». У этого глагола, ну, при всей простоте роде корня «агг» довольно много проблем. Вот смотрите, видите, что «агг» превращался в страдательном залоге, ну, хотя бы две буквы осталось. А в действительном залоге «агг» превращается в «аггг». Это так называемое «отическое удвоение». К счастью, чрезвычайно редкое явление, всего несколько глаголов претерпевают «отическое удвоение», и то нерегулярно, видите, в действительном залоге оно есть, а в страдательном, к счастью, его уже нет. Заучивать специально его нет необходимости, проще отдельно заучить аористные, там, ну, или какие-то другие необходимые формы для подобных глаголов. Так что, это аорист от «аго». Он привел его к Иисусу. Иисус сказал «Ты, Симон, сын Иоанн». «Эй» – глагол «связка», глагол «есть». Не путайте с частицей «эй-если», которая тоже звучит как «эй», но которая всегда безударная, ну, то есть при произнесении произносится вместе с соседним словом, отдавая ему ударение, а вот когда это такое полноценное слово с собственным ударением, то это второе лицо, единственное число, глагола «связки» – «эйми». «Ты» есть, ну, просто «связка» здесь не нужна. «Ты» – Симон, сын Иоанна. В синодальном переводе «сын Иоанин» – это просто текстологический вариант. В некоторых рукописях «отец Симона назван Иоаном», в некоторых рукописях «отец Симона назван Иоанном». Тоже, значит, чуть более такое вот достоверное прочтение. Ну, впрочем тут, разницы-то большой нет. «Ты» – ну, и теперь вот из материалов, собственно, этого урока «Будешь назван» или «Будешь наречен» – это глагол «калео» «В будущем времени страдательного залога». Видите, корень «кле» – в страдательном залоге у «калео» корень «кле». Ну, в аоресте было бы еще приращение, это будущее время, поэтому приращения нет. Вот корень «кле», суффикс «тес» – типичный для будущего времени и окончание второго лица, единственного числа. Помните, у «май-э» – это «э-тай», у «мэ-цэ-тай». Поэтому вот «ты будешь назван» – речен «кифа», что переводится «петр». Ну, и «кифа» – это камень по-арамейски, «петр» – это камень по-гречески. Так что вот с рамейского на греческий слово «кифа» переводится как «петр». Кстати, обратите внимание на это слово, «герменер-э-тай». От именно этого слова происходит термин «герменевтика», слово, которое обозначало там «переводить» или «исполковывать». Итак, в целом, он привел его к Иисусу. Иисус сказал «ты символ сына, она, ты будешь наречен кифа», что переводится как «петр». Пятое предложение. «Укостен ходе эгер тегар катос эйпан». Не есть он здесь. Ну, или по-русски, конечно, мы должны сказать, его здесь нет. Ибо эгер тегар – это ауэрис страдательного залога от эгейра. Ну, йота добавлялась в настоящем времени, в ауэрисе в корне эгер йоты нет. Э – эпсилон длинилась в эху, ну, и стандартный суффикс. Поэтому такая хорошо видимая форма ауэриса страдательного залога от эгейра. Он был воскрешен, как сказал. Или он воскрес, как сказал. Почему был воскрешен или воскрес? Опять-таки, я напоминаю, что формы суббитом «т», традиционно называемые страдательными в греческом языке, могут иметь и, собственно, страдательное значение, ну, и часто имеют страдательное значение, но могут иметь и такое вот значение, такого самостоятельного действия, называемого автоколузативного. Когда он сам что-то так сделал. Поэтому вот теоретически, возможно, и воскрес, к тому же воскресение Иисуса Христа иногда и описывается с помощью глаголов «в действительном залоге». Но и вообще, если мы будем читать Новый Завет, то мы обнаружим, что о воскресении Христа говорится и как о том, что Он воскрес, то есть как о Его самостоятельном действии, в том числе и с помощью глаголов «в действительного залога», то есть назначено достаточно толкуемые тексты, и как о действии Отца, прямо говорится, который воскресил Его из мертвого, и даже как о действии, совершенном там Духом Святым, там, Черпи из Духа Святого. В каком-то смысле вот все три лица Троицы участвуют в воскресении Сына из мертвых. Поэтому вот опять же тут вопрос, в каком-то смысле даже нашего предпочтения, но можем оставить страдательный залог, он вывоскишен, как сказал. Итак, его нет здесь, ибо он вывоскишен, как сказал. Шестое. В данном случае у нас глагол с корнем «порэу». А вот тут ничего с корнем не случается, все очень регулярно. Помните глагол «порэу о май» – «идти». Глагол не встречается никогда в форме действительного залога, ну, точнее, никогда в новом завете не встречается в форме действительного залога, а его среднестрадательные формы просто имеют значение «идти». В данном случае у нас форма ауриста страдательного залога, и «идти» – «порэу» – «основа», «т» – «ауриста страдательного залога» – «суффикс», «а» – «накончание третьего множественного», и еще раз «т» – «прирощение», «порэу», и «т» – «ауриста» – «суффикс», «нулевое окончание» в третьем единственном. «И пошли каждый в дом свой, и Сул же пошел на гору оливок», да, «оливковую». Ну, эйс – предлог «в гору», да, ну, «на гору», лучше сказать «на гору», а то происходит впечатление, что пещеру или что-то такое. «Пошел в гору оливковую». Ну, опять же, да, когда мы учим для предлога эйс перевод «в», то это просто самый распространенный, доминирующий перевод для этого предлога. С другой стороны, довольно легко усвоить идеи, связанные с этим предлогом. Базовая идея – это вот движение во что-то, ну, или куда-то, это для чего-то. Хотя, если контекст того требует, может и просто даже обозначать местоположение, как вполне возможно было в третьем предложении. Седьмое. «Эльгенгар хоте ян хапсумай, кантон химатион ауту сотесумай». Мы как-то тоже немного говорили об этом предложении, не столько в связи со страдательным залогом, сколько в связи с имперфектом. Это про женщину, которая 12 лет страдала кровотечением, и вот что с ней происходит. «Ибо она говорила, что…» Ну, или даже «что» здесь лучше переводить не «что», а как прямую речь, потому что, видите, дальше в первом лице, и явно просто цитируются ее слова. «Ибо она говорила, двоеточие в кавычках, если я прикоснусь даже к одеждам его, буду исцелена». Ну, «сот» за глаголом обычно учим значение «спасать», но вот в таком контексте болезни этот глагол очень часто имеет значение «исцеляться от болезни». Ну и давайте пару слов по поводу его формы. У него вот хорошо видно «со», у него основа «сод», но на самом деле «дельта» достаточно часто выпадает и при образовании форм аористострадательного залога. Ну и, кстати, вот мы потом на следующем уроке будем изучать «перфект», при образовании форм перфекта тоже она часто выпадает. Так что вот особенно запомните вот это вот «со». В данном случае, это даже аорист, а не аорист, а будущее время страдательного залога, ну, как у него и будущего аориста одна и та же основа. Видите, вот этот суффикс «тес» для будущего времени, ну и первичное окончание «омай». «Буду спасена» или «буду исцелена». Я напомню, что здесь стоит «имперфект», и этот «имперфект» может подразумевать такую многократность. Хотя для глагола «рего» «имперфект» иногда имеет практически такое же значение, как просто прошедшее время, что-то близкое по значению к аористу. Ну, это особенность данного глагола. «Имперфект» служит скорее для выделения, чем для многократности. Но ситуация, контекст, вот этой вот сложности с исцелением, потом вот этот страх женщины, тогда все-таки позволяет нам допустить следующее толкование, то есть, что она как бы говорила, 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 то есть, она вот так настраивалась на это, многократно, может быть, говорила, она говорила вот многократно в себе, и если прикоснуться, если прикоснуться, потом прикасается, исцеляется, вот, и история продолжается после этого. Итак, «Ибо она говорила, если, я прикоснусь даже к одеждам его, буду исцелена. Здесь, может быть, вас еще, кстати, чуть-чуть смутило родительный падеж, но у глагола касаться, вот, дополнение в родительном падеже, это нормально для греческого языка конструкция. Вообще, управление при глаголах не всегда совпадает. Мы либо касаемся чего-то, либо прикасаемся к чему-то, и поэтому я даже так перевел, прикоснусь к одеждам. Ну, или можно было бы перевести и коснусь к одеждам, тоже было бы нормально. Но вот так и так, главное, мы понимаем, что это дополнение, пусть даже в родительном падеже для этого глагола, то есть то, на что направлено действие. Восьмое предложение. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, во-первых, вот, просто чуть-чуть о структуре предложения. Обратите внимание на эту пару союзов men-d. Men-d по смыслу, часто не по переводу, а по смыслу, имеет значение с одной стороны, с другой стороны. Так как с одной стороны это, с другой стороны это перевод зачастую выглядит очень громоздким, то men часто никак не переводят, а дети в такой конструкции переводят союзом но. Но мы можем и просто с одной, и с другой стороны сейчас до учебного перевода сохранить. То есть с одной стороны, сын человеческий идет, как написано о нем. С другой стороны, горе человеку тому, ну, или просто без одной другой стороны, мы просто поставили здесь ничего не приводить здесь, но горе человеку тому, через которого сын человеческий предается. Кстати, обратите внимание, как забавно выглядит слово горе, why. То есть на самом деле вот это вот слово горе, это такое восклицание, why, 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 why. Вот это вот такое восклицание, выражающее горе, собственно и произошло вот это слово со значением горе. Вот оно вот прямо именно как восклицание, так вот в тексте и ставится, и оставляется. Итак, вы, да, если хотите с восклицанием перевести, но увы человеку тому, через который сын человеческий предается, хорошо ему, если не, будет рожден человек тот. Хорошо, в данном контексте, чувствуете, звучит немного странновато, и контекст явно требует лучше бы, да, не родиться человеку тому. А я напомню, мы это чуть-чуть говорили, но эта информация могла уже подзабыться, так уж случилось, что в назаветные времена перелагательные греческие стали терять степень сравнения, и там, где нужна какая-то сравнительная степень, там, лучше, лучше, лучше и так далее, зачастую просто ставится положительная степень хорошо, а все остальное передается контекстом. Поэтому именно следуя контексту, понимая контекст, мы можем перевести «лучше ему», если бы не был рожден человек тот. Ну и давайте вот эту, я так форму уже сразу перевел, но давайте на нее посмотрим. Это форма от глагола «генао». Вообще, глагол «генао» периодически путают с «геноской», «геномай» и так далее, потому что «гн», вот и там, и там, и там есть согласные, но у «генао» всегда двойная «н», и поэтому вот по этой двойной «н» «генао» всегда легко узнать. «Р» – превращение, «генао» корень, ну альфа в эту удлинилась, «т», то есть это нормально, хорошо образованная форма страдательного залога от глагола «генао» «не был рожден человек тот». Девятое. Опять же увижу вас. Опсумай – это будущее время от глагола «харао», глагол с несколькими корнями, и в будущем у него корень «оп», от которого образуется вот эта форма «опсумай». Просто так и нужно заучивать «харао», «опсумай», «эйдон». «Эйдон» – это форма ваористи. «Опять же я увижу вас, и возрадуется ваше сердце». Это глагол «харо» в будущем времени. В настоящем у него корень «харо», но «йота» добавилось. В будущем остается «хар», ну и вот это тут еще «э» добавляется, а такое отсутствующее в настоящем времени. Но все равно вот эта «хар» хорошо видна, поэтому форму можно узнать. И обрадуется, возрадуется. Сигма будущего времени. Ваше сердце. Кстати, обратите внимание, здесь среднее окончание, здесь среднее окончание. Вообще, очень многие глаголы, которые в настоящем времени имеют форму действительного залога, в будущем встречаются исключительно в форме среднего залога. Это связано, видимо, с природой будущего времени, которая все-таки предполагает какую-то предположительность и зависимость того, что произойдет от подлежащего. И вот эта такая вот предположительность, зависимость, вовлеченность, повлияла на то, что многие глаголы будущего времени в греческом языке как бы так сдвинулись в сторону среднего залога, но без существенного своего словового изменения. Поэтому мы просто переводим. Я увижу вас. Возрадуется сердце ваше. Дальше. И радость вашу никто не... Ну, второе «не» я добавляю перед глаголом, это просто требование русского языка. Никто не... I-ray забирает у вас, ну, или от вас. I-ray, обратите внимание, глагол настоящего времени. I-ray в словарная форма. Тут I-ray. То есть все совершенно нормально и по правилам. Почему я обращаю на это внимание? Потому что, кто многие переводят почему-то здесь не будущим временем, то есть не настоящим, не будущим. Никто не заберет у вас и так далее. Понятно, тут глагол о будущем времени, тут глагол о будущем времени, тут хочется даже, как бы, продолжая вот традицию поставить в будущее время, но никто не забирает сейчас. Иисус говорит все это расставаясь с учениками, и, конечно, ученикам грустно, но это только последняя беседа перед его страданием, распятием и так далее. А он говорит, нет, нет, радость у вас не забирает никто. И увижу, и возрадуется, и, несмотря на близящиеся трудные скромные времена, все-таки, все это не конец, вас это все не лишит радости. Да, ну, и, да, это общинус слитный глагол, да, эфраэл. Ну, ну, что? Итак, опять же, я увижу вас, и возрадуется сердце ваше, и радость вашу никто не забирает от вас. Десятости. Кай эзетун, аутон, и они искали его, кратэ, сай, арестовать. Эзетун, от глагола зетэл, имперфект. Зетэл, о, эпсилон слитный глагол, поэтому эпсилон и омикрон здесь слились в дифтонг у, было бы окончание он, но из-за слияния он, здесь он. Ну, и приращение. И они искали его арестовать, то есть в течение какого-то времени, ну, или пытались, помните, имперфект может обозначать попытку неудавшуюся, да? Они искали его арестовать. Кай эфобетэсан, тон охлос, эгносанга, хотепрос, аутустен, параболен, эйпан. и боялись народа. Ну, там есть сносочка, что кай в данном случае можно перевести как но. Греческая кай и русская и, все-таки, не совсем один и тот же союз. Греческая кай, да, вот, соединяет, такой является соединительным, союзом для сочинительной такой связи, для равноправных членов предложения, но смысл того, как вот эти равноправные члены соотносятся с друг с другом, он никак не выражает, русская, и все-таки какую-то большую гармонию предполагает, чем греческая кай, поэтому если контекст предполагает противопоставление, то кай может переводиться как а, но и так далее, но тут будьте внимательны к контексту, не навязывайте кай значение, а следуйте за контекстом. Так что, и они искали его арестовать, но боялись народа. Боялись это аорист, страдательного залога по форме, от глагола фабеу или фабеумай, как у вас там в лексическом минимуме, э, перерощение в фб, ну и т, и окончание сан третьего множественного. Глагол в Новом Завете не встречается в форме действительного залога, только среднестрадательные формы, ну и для глаголов обозначающих какую-то эмоциональную реакцию, вот такое вот отсутствие формы действительного залога, очень типична в греческом языке, и, кстати, обратите внимание на русский глагол бояться в том числе, который тоже у нас нет, глаголу бою, у нас есть глагол боюсь, вот с суффиксом си, который вот имеет значение где-то там возвратности, страдательности и так далее, так что вот здесь мы можем вполне почувствовать расстройство с греческим языком, так боялись народа, ибо эгну сан узнали, поняли, наверное, в данном контексте, аорист от глагола геноско, напоминаю, геноско образует так называемый корневой аорист, то есть, вот видите, э-перерращение, корень гно, и сразу окончание третьего множественного. Оно, правда, окончание не очень типичное для второго аориста, оно скорее, видите, вот такое сан, как вот там, типичное для первого аориста, но, но тем не менее, вот так он конструируется, либо узнали, поняли, что к ним притчу, эту притчу он сказал. Одиннадцатый. Явно сочиненное предложение, да? Итак, давайте мы его переводить и первого слова глагола э-х-а-ре-мен. Глагол ха-э-ро с корнем ха, ну, еще э-псин ха-ха-ре, и это в настоящем времени, вот в ненастоящем времени в виде ха-ха-ре. Но, если вы этот эффект запомните для данного глагола, то будете его узнавать. Перерращение, корень, и окончание мэн, так что в данном случае у нас это аорист действительного залога, первомножественного, ибо обрадовались, либо мы обрадовались, первомножественное, я и жена моя, что через семь дней эксомэн. Эксомэн это будущее время от глагола, эксомэн это будущее время от глагола эхо, в виде тут придыхания х, и мы обсуждали, что корень сэх, сигма, выпадает, превращается в придыхание в будущем времени, в настоящем придыхании не появляется, чтобы две х подряд не произносить, но в будущем так все нормально, эксомэн, что мы будем иметь дом на горах, которые вокруг этого города. Ибо мы обрадовались, я и жена моя, что через семь дней будем иметь дом на горах, которые вокруг этого города. В общем, что-то такое, какое-то хорошее новоселье у Мауса, видимо, намечалось, когда он вписал этот учебник. Двенадцатое предложение, еще одно сочиненное. «Хоте хой дуло и ту тру энта из сунагога то Евангелион экируксан тинес эктес полеус эбэ тесан хопотон форисайон кай амой апектан тесан». Когда рабы Бога, рабы Божьи, в синагогах Евангелие провозгласили, ну, тут, да, какой-то, может быть, чуть больший контекст нам нужен, чтобы выбрать, как это покрасивее перевести. Ну, по крайней мере, все равно аудист, который подчеркивает прежде всего факт совершения действия, поэтому, наверное, провозгласили вполне нормально. это аудист от гоглок и руса, у которого корень круг, гамма в двойную сигму превращается только в настоящем времени, это превращение к ру гс до лекси, поэтому это оксан возгласили, а некоторые из города эбле-тэ-сан. Блем уже с вами обсуждали, это, а, нет, не обсуждали, всего, в этот раз не обсуждали, но давайте, да, обсуждаем, это корень для глагола балла в страдательном залоге, там, ауэрис, ну, или в будущем времени, если нужно, да, корень довольно сильно трансформировался, но все-таки был, хорошо видно, но эта трансформация довольно сильно напоминает трансформацию для корня калэ, где-то там на самом начале был этот корень, а вот он, видите, калэу, кле, и баллу, бле, может быть, эта вот аналогия особенно поможет вам запомнить, поэтому перерощение э, бле-корень, т-суффикс, и сам третье множественное, некоторые из города были там выброшены, выгнаны, фарисиями, хоху плюс родительное подъезд действия к лицу при страдательном залоге и другие алой, апиктан, т-сам, ап-приставка это превращение к тан, глагол есть апоктейно, вот это й, апоктейно, йота есть в настоящем времени, но тут еще небольшое чередование гласных корней, к тан, к тен, поэтому, но, к тен, согласные корни все равно все сохранились, поэтому корень достаточно хорошо узнаваем, так что это отапоктейно, страдательный залог, и суффикс и сан третьего множественного, апоктейно убивали, здесь были убиты, и так в целом, когда рабы божии в синагогах евангелия провозгласили, некоторые из города были выброшены фарисеями, и апоктейно убиты. Тринадцатый, эдэнде Исраэл, тэс хээратэ мэгалэ, хээ, эпоээсэн кюреус, тэс, аэгуптоис, эфобээтэдэхоу, ваустон, кюреон, каэ, эпистэусан, тээу, каэ, муэсээээ, пирапонти, аутон. Идэн, идэн, чтобы запомнить, нужно даже узнать, нужно просто её заучить. Это аорис от глагола харау. Мы уже его вспоминали сегодня, глагол с несколькими корнями, настоящая харау, будущее опсомай, аорист эйдон. Увидел же Израиль руку большую, наверное, великую, сильную, как-то вот, для руки в другом контексте какой-то синоним, может быть, стоит подобрать, чтобы покрасивее звучало, которого, эпиээсэн, это погол поээл, в авористе, э, превращение, поээ, и сигма, типичная элгис, которая сделала господь египтянам, да, айгруп, то есть, но, айгиптонг в византийском, греческом, стал читаться, как э, и описи он читал состал, и, поэтому айгруп, то есть, стало читаться, как египт, то есть, и отсюда, да, вот, и русская египет, и так увидел Израиль, руку, могу, что, да, все равно немного странновато звучит этот образ, руку, которую сделал, да, но, ну, оставим, как есть, давайте, если вы и так вот буквалистский перевели для учебного перевода, это нормально, а, дальше, FBT, убоялся же народ, или испугался же народ, сушился народ, FB, глагол, или FB, май, как под лексическом минимуме, мы уже про него говорили, он в аористи встречается только в страдательной форме, но, просто, переводится там, бояться, вращение, FB, суффикс, Э, убоялся, народ, Господа, и поверил, прогол Пистео, в оористи действительного залога превращения Пистео, корень, сам, сам, да, вот, окончание, как суффикс, окончание, поверили, и поверили, давайте уж тогда, чтобы форму соблюсти, третье, множественное, согласование по смыслу, здесь, убоялся народ, да, вот он, народ в единственном числе, и убоялся тоже в единственном числе, а здесь множественное число, ну, просто потому, что народ, это же много людей, и они поверили, Богу, и, Моисею, слуге, его. Хорошо, четвернадцатое, Кай, Фобетэсон Тайта, Этна, 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 Оно, Мои Курио, Кай Пантэнс, Хоя Беселэйс, Бесгэс, Дэн, Доксон Су. Опять глагол Фобэра, А в данном случае видите Фобэр, такой же корень, Тэс, теперь вот этот Тэс, это суффикс страдательного залога будущего времени, и Онтай, первичное, среднестрадательное окончание, вот это Тэс, Онтай, вот это длиннющее окончание, конечно, хорошо помогает нам увидеть страдательный залог будущего времени, ну, для Фобэл, да, собственно, такие формы-то и типичны, то есть, недействительного залога, и был бояться народу имени Господа и все цари земли славы Его. Пятнадцатый и и И сказал Адам. Кость от костей моих и плоть от плоти моей. Если совсем формально переводить, то это ближнее указательное местоимение женского рода. Но я напоминаю, что указательные местоимения часто ослабляют свое указательное значение и зачастую используются просто вместо обычных личных местоимений. Поэтому так литературно можно перевести АНА к ЛТСЭТАЙ. Корень КЛЭМ, мы его с вами уже обсудили, ждали. Это от КЛЭМО. И ТСЭТАЙ. Будущее время вспазательного залога. Она будет названа ЖЕНОЙ. Ну, КНЭМО. Здесь именительный падеж ЖЕНА. И, кажется, к разминочным упражнениям у вас была такая сносочка в рабочей тетради, поясняющая, что при глаголе КЛЭМО в страдательном залоге зачастую употребляются два именительных падежа, как при глаголе Связки. Или даже в русском языке при глаголе Связки часто употребляется ввинительной и творительной. Ну, а при глаголе и других глаголов два именительных падежа вовсе не обязательно. Он будет в греческом вот так. Ну, а мужа приспосабливается, он будет назван ЖЕНОЮ по-русски. ЖЕНОЮ, ну, можете назван ЖЕНОЮ, тогда вас поймут. Хотя все-таки ЖЕНОЮ чуть лучше звучит. Потому что от мужа ее... Эту форму может быть чуть-чуть трудновато узнать. Но все-таки, хоть и трудно, но можно. Есть такой глагол ЛАМБАНО с корнем ЛАБ, ЛАМБ. И вот эти Л, М и Б, перешедшие Ф под влиянием Т, вот они вот здесь остались. Поэтому здесь достаточно много всего от этого корня ЛАМБАНО, от которого ЛАМБАНО, АМСУРИКС просто доверялся в настоящем времени, в других временах его нет. Перерощение, корень, окончание и страдательный залог от мужа ее, а взята она. Ну, это, да. Ближнее указательное местоимение, ну, указательное значение явно ослаблено, да, она. И сказал Адам, это ныне кость от костей моих и кость от плоти моей. Она будет названа женою, потому что от мужа ее, это она. Ну, конечно, тут, может быть, не до конца логика понятна. Вот в греческом тексте, или, по крайней мере, не так хорошо понятно, как в еврейском тексте, потому что в еврейском тексте она будет названа Иша, потому что от мужа, пока что по еврейски, Иш, она взята. Иша, это, к слову, Иш, муж, просто добавлено окончание женского рода. Поэтому муж мужа, жена это мужа. Вот эта игра слов в еврейском языке есть, но в греческом не очень понятна логика, почему будет названа жену, но раз от мужа взята, вот эта вот игра слов незаметная. Так что Ветхий Завет точно не на греческом языке был написан. Шестнадцатый. Кай эфобэдэсан, фобун меган, кай элегон, прос, алэлус, тис, ара, охотусэст. И, опять же, глагол Фобэ, у нас знакомый, опять видите, превращение, тэ, сан, ваолисти, и они испугались. Вот здесь немного интересно, потому что вот этого глагола, в страдательном залоге, вдруг оказывается дополнение в вихнительном падеже Фобан. Фобан, ну, а Фобус, страх, что делает дополнение при таком глаголе, оно усиливает, испугались страхом великим. Ну, конечно, можно сказать, а испугаться чем, кроме страха, можно? Ну, вот такие вот, ну, творительно подержали, потому что вот, да, при глаголу пугаться, трудно что-то добавить, иначе, как в творительном падеже, по крайней мере, в русском языке. Так вот, чем кроме страха можно пугаться? Ну, это вопрос из того же ряда, что когда вот смертью умрешь, чем кроме смерти можно умереть, радостью возрадовался, чем кроме радости можно радоваться? Это просто стандартная для древних языков усилительная конструкция. То есть, и за счет испугаться страхом, и за счет еще слова Меган, сила страха подчеркивается. То есть, сильно-сильно-сильно они испугались. Давайте для учебного перевода мы все-таки некуда пословность сохраним. И они испугались страхом великим, и говорили друг другу, кто стал быть этот темст. Вопрос. Семнадцатый. Семнадцатый. То есть, пистывусь ин эстопонума ауту, Которые же, ну, все сколько, сколько многочисленные, да, ну, здесь проще просто перевести, которые. Которые же приняли его, аурист ламбану, здесь вот корень ламб, ламбану ламб, вот так, наверное, надеюсь, и запоминали для этого глагола, э лабон, второй аурист, уже приняли его, он дал им власть детьми Бога быть. Которые не от крови и не от желания плоти и не от желания мужа, но от Бога были рождены. По Голгеннау, в ауристе страдательного залога, эту форму мы с вами сегодня уже обсуждали. Э, Гене, Т, Сам. Третье множество. Синодальный перевод чуть-чуть меняет порядок слов в этом предложении. Да, и вот, ну, после этого замены порядка слов это предложение, предложение звучать начинает по своей структуре чуть более естественно, но он теряет хиазм. Если вы внимательно рассмотрите первые 18 стихов в Англии от Анна, откуда, собственно, взят этот текст, то вы обнаружите, что это хиазм. Все такое явное, четкое, явно, преднамеренно и аром расоставленный хиазм. И вот такой вот странноватый порядок слов в этом месте он нужен для того, чтобы хиазм вполне симметричен был. И как раз здесь, вот, во власти быдительные божьими, да, и вот, 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 там приняли, не приняли, да, помните, пришел к своим, а своего не приняли, приняли, а также уже его, вот, вот, вот здесь мы прямо около самого центра хиазма. Поэтому вот, ну, по греческому тексту или по переводу Касьяна, который, кажется, сохраняет структуру текста, то обязательно как-нибудь посмотрите, как устроены первые 18 стихов в Евангелии от Иоанна. Хорошо, 18. Бакаривой хои, пто хои, то пневмоте, хоте аутонная стенхе, басиле тон ванон. Блаженны нищие духам, потому что их есть царство небес, ну, небесное, если хотите. Или нищие в духе, некоторые переводят здесь, нищие в отношении духа. Ну, вот, традиционно нищие духом, вот, творительно, при переводе отдательной мы вполне можем сохранить. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Напоминаю, что обсунтай – это будущее время, от глагола харау его нужно отдельно заучить. Бакаривой хои, ренапой ои, хоте аутой, ретелу, клето сонтай. Блаженны миротворцы, потому что они сынами Бога будут названы. А ну, сынами Бога, да, здесь именительная поддержка. Я уже говорил, что при глаголе клео в страдательном залоге, вот, прям как при глаголе связки, используются именительные падежи. Они будут названы сынами Бога, да, вот, вот, они будут названы сыны Бога. Но русский язык, вот, требует здесь скорее творительного, чем именительного падежа, поэтому вот, в переводе так и поменял. Они, да, вот, ближайшие, будут названы таким-чем сынами Бога. Кле, калео-кле, корень запомните, и тесунтай – это суть, это окончание, грандиозное, будущее время страдательного залога. Девятнадцатое – хойде-хойтес, басилэээс, эпплэтээссон, тайэээсто, скотус. Цены же царства, эк, приставка, блэ, корень, мы с вами уже говорили, что корень блэ – это убалый, вот, оно было узнаваемо, и надо вот как-то запомнить этот эффект. Ну, это эк, бал, лас, выгоняю, будущее время, в виде превращения никакого нет, и тес, и онтай, хорошо показывающие будущее время, и сны же царства, будут выгнаны во тьму. И двадцатое – ху-пу-гар-эн-пенэлма, хоти-исус, о-дэ-по-э-дук-састэ, ибо еще не было духа, потому что Иисус еще не, и док-садзо, страдательном залоге, Э – превращение, док-сас, ну, там вот снова док-садзо, дельта зубная перед Т превращается в сигму по обычным правилам, поэтому док-сас, и суффикс Т – страдательного залога Ореста, потому что Иисус еще не был прославлен. Ну что ж, мы с вами посмотрели ряд предложений со страдательными залогами, несколько слов мы встретили, которые вот нужно просто заучить отдельно форму, Несколько для которых нужно запомнить какие-то вот эффекты, изменения, например, «балло-бле», «кале-кле», Ну, некоторые, где все по правилам, вы наверняка видели, что суффиксы и будущего времени Ореста, они все время хорошо видны, Так что, братья, тренируйтесь, смотрите, привыкайте, и страдательный залог вам покориться. Ну что ж, спасибо за внимание, благословений!